В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На Донецком направлении в районе города Артёмовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражено 10 атак противника в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка, Курдюмовка, Ягодная, Залезнянская и Дубово-Васильевка ДНР. Ещё 4 атаки украинских войск отражены в районах населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайская ДНР. В ходе боёв потери противника составили до 430 украинских военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, 7 автомобилей, 3 пикапа, а также гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены 4 атаки противника в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Карамзиновка и Червоная Деброва ЛНР. Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Невская, Червоная Деброва и Кузьмино ЛНР. В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. Сдались в плен трое украинских военнослужащих. На Южно-Донецком направлении в районе Временского выступа огнём артиллерии тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражены две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населённого пункта «Приютная Запорожская область». На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделения 47-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта «Работяно» Запорожской области. Кроме того, ударами операционно-тактической и штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и техники противника в районе города Орехов и населённого пункта «Новоданиловка» Запорожской области. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы МСТАБ, две гаубицы Д-20, а также одна Д-30. Также в районе населённого пункта «Кушугум» Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. На Губянском направлении операционно-тактической и армейской авиации, артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и техники в районах населённых пунктов «Красная-1», «Новомлынск», «Котлеровка» и «Мосютовка» Харьковской области. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, а также два пикапа. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населённого пункта «Казацкая» Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Операционно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 108 артиллерийским подразделениям Вооружённых сил Украины на огневых позициях живой силе и военной техники в 137 районах. В районе населённого пункта «Огурцово» Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а также реактивный сториат системы залпового огня «Хаммерс». Кроме того, уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов «Калаймы-Чиха» Луганской Народной Республики, «Солидар», «Бахмутская» и «Новопетриковка» Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 444 самолёта, 240 вертолётов, 4779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10348 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5228 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11179 единиц специальной военной автомобильной техники.